Все мы знаем, что яжематери питаются фастфудом, картошкой фри и бургерами. И есть множество яжемать-историй, связанных с местами общественного питания. Поэтому сегодняшняя подборка связана именно с едой. Яжемать в KFC требует бесплатную картошку фри. Яжемать в самолете требует бесплатную еду. Яжемать в закусочной нападает на продавца. Хочешь читать Reddit в оригинале и рубить в английском на уровне носителя? Подписывайся на канал с навороченным английским Virginia Beowulf. Как исправить русский акцент? Почему американский английский древнее британского? И ожиданные фишки произношения и другие языковые лайфхаки от профессионального лингвиста? То есть I am playing в континнессе это норм, а I am playing в simply это уже хуйня моя какая-то. Ссылка в описании. Яжемать в KFC требует бесплатную картошку. Эта история происходила в Австралии, в моем местном KFC. Вот все действующие лица в истории. А теперь после того, как мы познакомились с главными действующими лицами, можно перейти к самой сути повествования. Я сидел в местном KFC с моим младшим братом, наслаждаясь вкусной картошкой фри и бургерами. Я и Бен, мой брат, говорили о нашем любимом Reddit. Он рассказал мне, что читал сегодня на форуме, что ему запомнилось и свои размышления. Спустя 10 минут приходит Яжмать. Выглядела примерно лет на 40. У нее были светлые волосы, она носила красную одежду, ну и конечно лишний вес. С ней был мальчик лет 15-17. Я уже подозревал, что что-то должно было произойти в этом KFC, как только она вошла через эту дверь. Привет, сэр, можно мне картошку фри, пожалуйста? Да, мадам, это будет стоить 2 доллара. Но я хотела бы получить ее бесплатно. Нет, мадам, фри бесплатно только при покупке комплексных обедов. Или за 1 доллар при покупке бургера. Это все акции, которые у нас активны сейчас. Я хочу, чтобы вы дали мне фри бесплатно, у меня же ребенок. Мы не можем сделать это, вы должны заплатить за это. И кроме того, всего лишь 2 доллара, цена и так невысокая. Тут стоит сделать отступление. 2 доллара австралийских, это меньше, чем американский доллар. И зарплаты в нашем городе были довольно высокие, что даже я, обычный студент, мог позволить себе сводить младшего братишку в KFC. И делать это довольно часто. Я не буду ни за что платить. Я мать, мне должны давать все это бесплатно. В этот момент я мог видеть, что сотрудник KFC становится очень напряженным. Мадам, я уже объяснил вам, что такой акции у нас нет. Вы ничего не купили, а требуете что-то бесплатно. Если вы не можете заплатить 2 доллара за картофель фри, тогда покиньте магазин. Или я позвоню в службу безопасности. Но у меня ребенок, что вам стоит дать эту чертову картошку? Я знаю, что у вас все равно остается после смены очень много. И вы ее выбрасываете. Мне кажется очевидным, что даже если у вас есть ребенок, вам все равно нужно платить. У моего малыша день рождения. Неужели вы не можете сделать ему подарок? Ничего себе малыш, подумал я. Ему было почти 13-15 лет на вид. Вполне уже взрослый подросток. Хорошо, если у него день рождения, докажите это. И вы получите скидку к покупке комплекса 30%. Но за фри вы должны заплатить только 2 доллара. Нет, я не буду платить. Я старше тебя. Почему ты не слушаешься меня? Мэм, таковы условия. Я не могу иначе. И я тоже взрослый. Нет, ты не взрослый. Ты молодой и хамло. Прекратите меня оскорблять. Или я позову охрану. И тогда я решил крикнуть я же матери это. Эй, я же мамка. Ты, похоже, и так съела всю картошку в округе. Да, это было немного грубо. Но она вела себя неподобающе. И стоило ее немного проучить. Я же мать покраснела. Вся надулась сразу и разозлилась. Подошла ко мне и протянула руку. Дай мне свой кошелек. Фиг тебе, а не мой кошелек. И тогда у меня появилась идея. Я закричал. Помогите, эта старая ведьма домогается меня. Все люди в кафе просто окаменели и уставились на нее. Я же мать замерла, покраснела еще больше и запаниковала. Прошипев что-то в мою сторону, она схватила своего ребенка и вылетела из КФС. Напоследок она как следует хлопнула дверью. Я и младший брат посмотрели друг на друга и он сказал, что черт возьми, только что произошло. Немного демонстрации того, как не надо себя вести. Я не хочу видеть кого-то вроде нее больше. Если честно, она ненормальная. Тогда я слышу, что хороший сотрудник зовет нас. Эй, парни, вы в порядке? Да, чувак, мы в порядке. Мой брат с ней справился довольно хорошо. Спасибо за то, что поддержал. Эта ненормальная постоянно приходит и требует или бесплатно дать ей что-то, или огромные скидки. А знаете, у меня есть для вас подарок, знак признательности. Он ушел и вернулся с двумя обалденными бургерами и большими стаканами пепси за счет заведения. Я и младший брат поблагодарили его, но так как мы уже насытились до этого, то попросили все упаковать и вечером угостили родителей. Да, это было дерьмовое шоу. Наверное, не стоило себя так вести, но мне было так жаль сотрудника. Я же мать в самолете требует бесплатную еду. Моя старшая сестра стюардесса, и у нее много забавных историй о всяких я же родителях, которыми она и делится со мной. И вот одна из них, моя Лили сестра, работала на рейсе из Англии в Нью-Йорк во время летних каникул. В Великобритании летние каникулы, конец июля-сентябрь. Поэтому рейсов обычно довольно много. В начале полета моя сестра стояла в передней части самолета и приветствовала всех пассажиров. Она говорит доброе утро женщине, которая была в сером спортивном костюме и тащила за собой маленького белокурого мальчика. Мужчина, предположительно ее муж, следует за ней, держа в руках тихого ребенка. Я же мать прищуривает глаза на мою сестру и даже нездороваясь проталкивается в салон. Мужчина извиняется, говоря, что его жена ворчливая, потому что рано 10 утра и следует за ней. Моя сестра решила не обращать на это внимания и поэтому продолжила делать свою работу. На полпути над Атлантикой она начинает получать жалобы от большого количества пассажиров, что ребенок плачет почти 15 минут. Моя сестра идет в середину самолета и спрашивает мужа ежматери, может ли он успокоит ребенка. Он приносит свои извинения и говорит, мы забыли об ограничении жидкости при доставке молока. В Великобритании вы не можете принести жидкости в ручной кладе объемом более 100 миллилитров. И нам пришлось выбросить все наше детское молоко, а моя жена не хочет кормить грудью. У меня есть сухое молоко, но нет воды. Лили оказывает ему сочувствие и предлагает сделать молоко на своей кухне. Она получает сухой порошок от мужчины и идет к задней части, чтобы приготовить еду, после чего возвращается к ним. Она также берет пачку печенья для мужчины и отдает им готовую смесь. Мужчина очень благодарен и его ребенок замолкает. Теперь Лили и ее коллега должны пройти по салону и предложить еду. Она добирается до их ряда, мужчина спит, укрывшись пледом. Напротив них сидит ежмать и ее ребенок. Она заказала детскую еду, закуски и бокал вина. Пришло время ее рассчитать. Теперь начинается момент, где все усложняется. Хорошо, сейчас все посчитаем. Детская еда, закуски и бокал вина будет стоить 15.78. Будете ли вы платить наличными или картой? Что? Вы не говорили, что это стоит денег? Ммм, извините, мисс, но прежде чем мы вам продаем что-то, мы объясняем, сколько все стоит. Это абсурд. Мне придется все это вернуть. В это время ее ребенок уже съел две плитки шоколада, а она сама отпила немного вина. Мэм, вам придется заплатить за еду, которую съел ваш ребенок и выпитое вино. Это будет 5.98 фунтов. Нет, мне не нужно ничего платить. Ты грубая и некомпетентна. Я тебя уволю. Хорошо, ваше право пожаловаться, но все равно придется заплатить. Она спокойно ответила, зная, что служба безопасности аэропорта справится с ежемамкой, если она отправит им запрос. Ты такая грубая. Твоя мать должна была воспитать тебя лучше. Хорошо, я вас услышала. Все понятно? Эта еда будет для нас бесплатной. Сожалею о вашей сумме, но вам нужно оплатить 5.98 фунтов. Если вы не платите сейчас, боюсь, вам придется заплатить в Нью-Йорке при помощи службы безопасности аэропорта. Люди вокруг уже с интересом наблюдали за этим. Яжмать зашипела на нее и стала ругаться. Мне стоит вызвать охрану? Яжмать понимает, что она совершила ошибку. Ладно. Спасибо, мисс, вот ваша сдача. Яжмать фыркает, как ребенок. Яжмать в закусочной нападает на продавца. Недавно я начал работать в закусочной, и мне выпала честь встретить моего первого покупателя. Я думаю, вы уже догадались, кто будет первым моим клиентом. Итак, действующие лица. Я 18-летняя девушка. Яжмать, коллега, женщина 30 лет. Это был мрачный майский вечер. Темные тучи нависали в небе, и воздух был туманным. Шел мелкий противный дождь. Я ждала на кассе клиентов, когда вошла дама. У нее были грязные светлые волосы, на удивление неокрашенные. Также я успела заметить типичные зубы курильщика и тяжелая, плохо сделанная подводка. Она бросила маленький бумажный пакет на прилавок. Я заказала комбо ранее и не получила картофель фри. И да, чека у меня нет. Можете проверить у себя в компьютере. Коллега, который был рядом со мной, бросил на меня смущенный взгляд. Мы приняли заказ леди за несколько минут до этого, и там не было фри. Я просматривала предыдущие заказы на компьютерах, и что вы думаете? Нет комбо с фри, однако клиент всегда прав. Поэтому мы просто предложили, что услышали неправильный заказ. Пока картошка готовилась, дама продолжала жаловаться. Я не беру бургер домой... Я не беру бургер домой к сыну без картошки фри. Мы с коллегой. Это чертовски непрофессионально, боже мой. Я никогда не вернусь сюда снова. Я молчала на протяжении всего этого испытания, но в голове подумала. Хорошо, уходи, мы не будем скучать по тебе. Мы отдали ей заказ. Она хмыкнув и не попрощавшись, удалилась на улицу. Казалось бы, конец истории, никаких драк, криков, арестов. Но как я уже упомянул ранее, на улице был дождь, и мамашка осталась на крыльце и закурила. Но у нас на крыльце висит табличка о запрете курения. Коллега сорвалась с места и кинулась к ней. Я поспешила за ней. Мэм, извините, но здесь запрещено курить. Не указывай мне, что и где делать. Но это закон. Если вы не прекратите, я буду вынуждена вызвать полицию. На что мать достает из кармана мелочь и швыряет ей в лицо. Мелочь почти вся пролетела мимо, немного попав в плечо. Но то, что я увидела, это чек. Я взяла его, развернула, и что вы думаете? Это был чек той первой покупки. Там не было фри. Мэм, вы сказали, что мы забыли положить фри. Но у вас его и не было. Что? Это не ваш чек. Старый, позавчерашний. Но здесь дата, число и время. Он получасовой давности. Коллега тем временем позвала с кухни повара, взрослого парня. И по пути объяснила ситуацию. Я тем временем удерживала мать. В общем, не буду долго затягивать историю. Мы вызвали полицию. Она получила штраф за курение. Оплатила полностью заказ. И мы больше ее не видели у нас. И слава богу. Не знаю, как вам, а мне нравится я же мать истории, в которых они получают по заслугам. Именно так работает мгновенная карма. Хочешь увидеть следующее видео, не забудь подписаться на канал. Иначе ты не получишь уведомления. А сейчас ты можешь посмотреть другие треды. Истории людей, которые неожиданно очнулись в больнице. Трешовые истории, ставшие легендой в вашей школе. Учителя, что самое смешное вы слышали от ученика. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...